я хочу чтоб сразу понимали о том что я сожалею ну что находилась там как бы сейчас это банально не звучало но туда я попала потому что поехала за мужем которого туда позвали братья ну вообще познакоми познакомилась я с супругом на рынке тогда я торговала вещами которые завозила с турции и там впервые от сестер я узнала что такое ислам как носить хиджаб ну и вообще для чего нам нужен мой тогда будущий муж изредка видел меня там на базаре и там мы познакомились с ним наверное через месяц мы сделали и сделали мусульманский обряд бракосочетания никита тогда это наверное было моей ошибкой потому что он мне тогда обещал что мы будем жить хорошо арендовать квартиру он будет работать ну а я буду смотреть за детьми да вот ну да я поверила ему потому что он был религиозным читал пятикратный намаз все это знаете через его уста да это звучало вот так вот прям вот вот верила я ему на слова но когда мы поженились тогда я столкнулась с тем что ну не буду я это скрывать он периодически избивал меня говорил что когда избивает джинны и шайтаны уходят и вот и он постоянно курил аношу с братьями травку ну я вот аллергик и меня постоянно точнее от этого запаха вот он говорил что это хороший запах и с его помощью вот аноши да лечится от каких-то заболеваний он постоянно курил это с братьями и жаловался что нет работы что государство не заботится о своих гражданах тогда и мы предложили поехать со своими братьями мусульманами которые воюют за ислам вот мы тут сидим кушаем да они там братьям кушать нечего воюет за всех нас мусульман я конечно же не знала не знала что он туда собирается он мне прислал он выехал нас на встречу с братьями и мне прислал смс что через там был он час улетит туда в сирию и конечно же но он меня уговаривал чтоб я к нему приехала через какое-то время я поехала к нему но через какое-то время его убили там он воевал вот то его убили и мне пришлось сам выйти замуж и ну я постоянно жила в страхе что каждый мой день он будет последним я слышал эти звуки автоматов взрывов кровь видела но вообще смерть она была каждый день бывало даже что нам было нечего есть мы голодали целыми неделями кушали что найдем там не знаю на улице да или вот ну сейчас я понимаю что на самом деле шла война за деньги и нефть только нам говорили что наши мужья воюют за веру за ислам за будущее и мы все мы все глупо в это верили сейчас конечно по приезду я жалею что подвела родители семью всем хочу сказать что не повторяйте наших ошибок